Дмитрий Голубков Поделился почетный житель Одинцова Константин Федотов Мне лично пришлось видеть и слышать Георгия Константиновича трижды за время войны Первый был момент, когда проходила операция «Багартион» Белоруссия А он в это время координировал действия войск 2-го и 1-го Белорусского фронта Операция 69 дней была с 23 июня по 29 августа 1 декабря исполнилось 125 лет со дня рождения легендарного маршала В эти дни, 80 лет назад, солдаты и офицеры Западного фронта Красной армии под общим командованием Георгия Жукова проводили последние приготовления к контрнаступлению на войска вермахта, стремившиеся прорваться к Москве Ставка Западного фронта располагалась на Власихе Там штаб-связи, где я командовал в последнее время, там была связь с Москвой И уже когда фашисты подошли, немец подошел уже в Можайск, уже здесь находился, в Венигород Ставка Западного фронта размещалась именно на Власихе И оттуда принимались решения обороны Москвы И там был Георгий Жуков, командующий Западным фронтом и Ставки Западного фронта Практически он организовал оборону Москвы, контрнаступление под Москвой И наш командующий 5-й армией Говоров, который также принял участие непосредственно в его армии 5-я В обороне Москвы и контрнаступление под Москвой Поэтому Жуков находился на Власихе В городском округе Власиха памятные торжества были продолжены Екатерина Крамор, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова